Как изменились санкции за картельные соглашения в 2017 году? Какие штрафы платят руководители компании за нарушение антимонопольного законодательства? Вы смотрите программу «Первые лица» и, как всегда в нашей студии, люди, которые принимают решения. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В нашей студии Леонид Пак, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. Леонид Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Поделитесь итогами 2001-го полугодия 2017 года, которые недавно, насколько я знаю, вы подвели. Что там было интересного? На самом деле, по сравнению с 2016 годом, если сравнивать аналогичный период, сильных каких-то изменений не произошло. На уровне те же самые нарушения, заявления также обращаются. Наверное, можно сказать, что граждане стали меньше обращаться, потому что закон был принят, изменились, и мы не защищаем прав граждан, и поэтому потихонечку идет снижение. Но хотелось бы отметить, что в этом полугодии, конечно, у нас очень много штрафов было наложено. Они еще не взысканы, но они были наложены в размере, ну, большем, чем, конечно, в прошлом году. В прошлом году мы только 6 миллионов наложили за полугодие, а в этом уже 44 миллиона. 44? Да, это много, конечно, по сравнению с прошлым годом. Это очень много. Да, ну, это обоснованно, потому что в этом полугодии мы вынесли решение по нарушению так называемого дела от медицинской техники, где участвовало СМТ, и в этом же полугодии мы вынесли штрафы по этим делам. Так как круг участников там был большой, то и штраф, соответственно, было много. И суммы за нарушение такие достаточно большие на всех участников. Вот если говорить тогда, вы сами, собственно, предусхитили мой вопрос, самые громкие дела управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области связаны с компанией современной медицинской технологии и, скажем так, их подрядчиков, субподрядчиков, ну, или компаний, которые в этом деле так или иначе участвовали. На каком этапе сегодня находится это дело? Какие наказания уже вынесены участникам вот этого большого процесса? Вот если продолжить про наказание, то СМТ мы вынесли штраф в размере 23 миллионов. 23 миллиона? 20, если быть точным, штраф был наложен 26 миллионов 338 тысяч. Вот и на медсимвол мы наложили штраф в размере почти 4 миллионов, там 3 миллиона с чем-то. То есть вот эти два больших штрафа уже составляют 30 тысяч, 30 миллионов за это полугодие. Кроме того, понесли ответственность и должностные лица этих компаний. Так как в отношении директора компании возбуждено уголовное дело, то административное дело не возбуждается. В рамках уголовного процесса оно будет рассматриваться и будет приниматься решение судом. Это какой компании? На директора какой компании возбуждено уголовное дело? Господин Шатила возбуждено дело уголовное, оно расследуется следственным управлением Следственного комитета Самарской области. Там, если не ошибаюсь, 178 статья Уголовного кодекса? Абсолютно верно, 178 статья Уголовного кодекса за действия, которые ограничат конкуренцию. То, что и было на нашем процессе, в рамках рассмотрения нашего дела, что и произошло. Ограничили конкуренцию путем сговора на торгах фактически. А что грозит по этой статье? Если не ошибаюсь, до 6 лет лишения свободы? Все правильно. До 6 лет лишения свободы грозит, штраф грозит. Компания отдельно в рамках конкуренционного наказания несет ответственность. Но так как там множество лиц, там для каждых лиц разные санкции, условно говоря. Потому что там есть и участники прямые, есть и лица, которые содействовали этому нарушению. Это General Electric Health Care, это больница Середавина. Возвращаясь к вашему началу по поводу изменений. На период совершения действий, которые были произведены, санкции для организаторов торгов не существовало. В данном случае для больницы не Середавина. А вот в связи с изменениями, которые были приняты, вступили в силу, теперь предусматривают санкции и для организаторов торгов в случае, если происходит сговор или соглашение именно на торгах. С их помощью, так скажем. Мы квалифицировали нарушения страны организаторов торгов, так как они предоставили, так скажем, преимущественные условия и информацию в рамках этой закупки. Взятие чего, в общем-то, современная медицинская технология победила на этом аукционе исполнять контракты. Если ответить до конца на ваш вопрос по поводу состояния настоящего момента, мы подали исковое заявление о расторжении контракта, в нем участвует прокуратура, который был заключен с нарушениями. Сейчас он приостановлен судом до решения суда. Контракт? Да, нет. Контракт мы приостановили рассмотрение судебного дела. То есть мы подали исковое заявление о признании контракта недействительным. Но так как рассматривается основное дело, где рассматриваются наши решения по нарушению, идет еще процесс уголовный, то дело пока приостановлено, хотя процесс начат. И если еще сказать, наверное, я бы отметил то, что у нас еще рассматриваются судебные дела с современными медицинскими технологиями по нашему решению о включении их в реестр недобросовестных посвящихов. Там, где больница Пирогова обратилась к нам, что современные медицинские технологии поставили технику недлежащего качества, недлежащую технику, несоответствующую государственному контракту. Там было указание Росздравнадзора, который контролирует эти процессы, о том, что было письмо о том, что техника не соответствует требованиям законодательства на тот момент, когда они это поставляли. И они попали в реестр недобросовестных поставщиков, и теперь с учетом этого оспаривают еще и это решение. Таким образом, у нас около трех, получается, процессов только в Самаре. Еще один процесс есть в Москве, где оспаривается штраф самостоятельно еще. Тоже на компанию современной медицинской технологии? Да, тот как раз, который размерит 26 миллионов. А вот включение в реестр недобросовестных поставщиков, чем грозит компания на сегодняшний день? Ну, на самом деле, этот инструмент придуман для того, чтобы ограничить в дальнейшем заказчиков от недобросовестных поставщиков. Если раньше они что-то сделали не так, неважно, где они это сделали, на всей территории Российской Федерации, и попали в реестр, то в течение двух лет эта компания и директоры, и все там, кто с ними, не имеют права участвовать в торгах, где используются бюджетные средства. Будь то государственные, будь то муниципальные, любые другие. Но это действительно такая мера, которая позволяет заказчикам избежать вновь сталкиваться с недобросовестными поставщиками. Но вот если вернуться все-таки к реестру, которое было в отношении СМТ, там такая достаточно специфическая тема, тонкая, связана с тем, что техники, которые поставляются, должны иметь регистрационное удостоверение, что она безопасна на территории Российской Федерации. И любые изменения в эту технику должны проходить также вот эти вот процедуры регистрации. И современные медицинские технологии, которые поставляли технику на территории Самарской области достаточно давно и много, в общем-то, являясь одним из крупных игроков, вот этот момент почему-то не учло. Я считаю, это как-то не очень профессионально получилось с их стороны. И оказалось, что реку удостоверения, которую они представили в рамках исполнения контракта, не соответствует той технике, которую они поставляли. И в результате этого Роснадзор вынес решение о том, что такая техника эксплуатироваться не может, до тех пор, пока не будет выяснено все-таки соответственно требования безопасности, если не соответствует, после этого уже было бы принято решение. Но на тот момент техника уже была поставлена. То есть они отгрузили ее, поставили, и больница не принимала ее и отказывалась оплачивать. Вот так, скажем, краткая фабула этого всего дела. Пока все в процессе судебном. И они говорят, что мы будем оспаривать решение Роснадзора, запретить эксплуатацию этой техники. Ну, кроме того, там, конечно, и правоохранительные органы участвуют, потому что говорят, как так можно было поставить технику, которая не соответствует требованиям законодательства, и еще получить за это деньги. А суммы там, в принципе, немаленькие. Один аппарат около 40 миллионов, другой аппарат там 70 миллионов, но по нему мы решение не выносили, а включение в реестр. Ну, вот такая, так скажем, фабула и обстоятельства вот этих всех отношений связаны с медицинской техникой и СМТ в частности. Но пока они в этот реестр не включены, то есть пока они уже включены, они пытаются оспорить. Кто сейчас обслуживает технику, которая поставлялась и принималась в компании медицинскими технологиями? По всем контрактам, да, понял я. Пока современные медицинские технологии? Конечно, контракт заключен, но он исполняется. Просто были, я помню, такие мысли у кого-то о том, что все теперь, в результате этого в СМТ не будет оказаться медицинской техникой граждан. Нет, хочу успокоить граждан. Техника обслуживается, как может обслуживаться, в рамках заключенного контракта. Но хотелось бы отметить, что некоторые больницы уже расторгли эти контракты, заключенные в рамках этого аукциона. То есть они как-то справляются, и техника где-то простаивает, где-то не простаивает. Но не в результате того, что было нарушение антинапонимной контракт или не было, а в результате того, что исполняется он надлежащий или не исполняется. Есть ли деньги и финансирование в больнице, либо их нет. Мы знаем случаи, когда в каких случаях в больницах техника стоит, контракт заключенный должен реализовываться, но техника не работает. А в каких случаях просто контракт расторгли, и больница самостоятельно ищет себе подрядчика, который будет обслуживать их технику и менять запчасти. То есть это гражданские правовые отношения. Вы сами сказали о том, что бывшему директору компании Мэтсимвол назначен штраф около 20 тысяч рублей. При этом компания Мэтсимвол уже наказывалась. А это нормально, когда за одно и то же нарушение наказываются одновременно юрлицо и руководитель компании? И вообще, как часто штрафуются руководители компании по вашему опыту? Это вообще прямо предусмотрено законодательством. То есть действие юрлица, привлечения юрлица к ответственности, не освобождает от ответственности и должностной лица. И наоборот. То есть Мэтсимвол как раз принесло ответственность и в размере 3 миллионов 400 тысяч, по-моему, 4 миллиона почти, и должностное лицо в размере 20 тысяч. Потому что в отношении директора этой компании Медсимову уголовного дела не возбуждалось. Соответственно? Да, соответственно. И мы, как правило, стараемся привлекать. Если мы привлекаем должностное лицо, то привлекаем юридическое лицо. И наоборот. Это общая практика, к большому счету. Ничего здесь такого нет. Еще одно интересное дело. Это строительные компании Евроальянс и государственные казенные учреждения Самарской области управления капитального строительства. Они оштрафованы на 200 и 100 тысяч рублей. Соответственно, почему было принято такое решение? Потому что процедура закупок предусмотрена определение условий контракта. И закон предусматривает, если ты согласился на эти условия, заключаешь контракт и исполняешь этот контракт. А в данном случае участник и заказчик поступили иначе. Они заключили контракт, а потом туда внесли изменения. Существенные условия изменились в рамках исполняемого уже контракта. Это, конечно, неправильно. Потому что можно объявить, условно говоря, начальную цену 3 миллиона. Все участники 6 миллиона. А потом, когда заключили договор, внести изменения в ДОП-соглашение и сказать, что это будет не 3 миллиона, а 10 миллионов. Или, допустим, работы выполняем на 3 миллиона. Давайте сократим, так как конъюнктура не изменилась. Все-таки давайте подешевле. Или поменьше работы выполним тоже ДОП-соглашение. Вот это тот пример, когда мы привлекли к ответственности и юридическое лицо, и должностное лицо. В размере 20 тысяч рублей, по-моему, дважды получилось в общей сложности 40 тысяч рублей. Такие вещи, конечно, недопустимы. Особенно, когда ущерб терпит бюджет. То есть, когда работы выполнены в меньшем объеме, либо бюджетные средства потрудничают, наоборот, в большем объеме. И такие вот санкции, конечно, необходимо применять. Мы знаем, что такие факты есть. Но вот в каких случаях прокуратура нам присылает материалы, выявляет. И на основе их материалов мы такие дела рассматриваем. Они что строят строительные компании «Евроленс» и казенные учреждения управления капитального строительства? Вот конкретно про это не смогу сказать я. Но на самом деле «Евроленс» участвует и в дорожном строительстве, и в капитальном ремонте. Такая фирма достаточно крупная. ИУКС у нас, в общем-то, он тоже проводит много закупок, проводит по ремонту всех разных объектов за счет средств бюджета Самарской области. Еще одна интересная ситуация возникла. На этой неделе комиссия Вашего ведомства рассматривала обращение обманутых дольщиков за помощью. Вот почему они обратились именно к Вам? Каким образом антимонопольная служба может помочь вот этим людям в борьбе за их квадратные метры? Что происходит? Потому что вроде бы это не Ваша юрисдикция, на самом деле. На самом деле, конечно, прямо антимонопольная служба не может помочь обманутым дольщикам. Но косвенно получается, вроде бы, да. Потому что процедура, так скажем, передачи прав на объекты осуществляется на процедуре торгов. И в данном случае Министерство строительства Самарской области проводило торги по удовлетворению прав дольщиков. В результате этого она передавала земельные участки потенциальным застройщикам, чтобы они одновременно удовлетворили права обманутых дольщиков и получили земельные участки. И бизнес там строили свой стиль. И бизнес свой строили. Так и происходит на самом деле. Но меня в этой ситуации удивило то, что на самом деле передаются земельные участки без всяких обременений и обязательств со стороны строительных компаний. То есть Министерство отдает эти участки, эти участки потом продаются, а права обманутых дольщиков никак не реализуются. И вот поэтому обманутые дольщики стали нам писать, что торги-то проводятся в том числе и с нарушениями. Они ожидают, что будет их право удовлетворяться. Они не удовлетворяются вообще. Но я бы здесь, наверное, сказал бы о том, что нам удивительно, что Минстрой Самарской области ставит требования для удовлетворения обманутых дольщиков для хозсубъектов наличие опыта 5 лет, 3 года, 7 лет, неважно. А в результате выбирает компанию, у которых опыта вообще нет никакого. Либо вообще нет никакого, либо они зарегистрированы 2 года назад всего лишь, или 3 года назад, или год. Зачем ставить такие серьезные условия, чтобы потом выбирать компании, которые не соответствуют вообще этим условиям и требованиям. И которые потом не удовлетворяют право дольщиков, и приходят эти дольщики в антисампольный орган в поиске защиты, как будто антисампольный орган может выделить земельные участки. Конечно, он не может. Он не может выделить квартиры. Это большая работа Министерства строительства Самарской области. Надеюсь, сейчас министр, который начал работать не так давно, в эту должность все-таки наладит здесь отношения. Потому что мы были на думских слушаниях, которые проходили под участием под представителями Виктория Федоровича Сазонова. И там действительно вопросы поднимались. В общем, точное понимание было найдено. Но хотелось бы, чтобы это все было реализовано уже формально, документально. И торги проводились действительно для того, чтобы удовлетворить права дольщиков, а не для того, чтобы отдать земельные участки кому-то и отчитаться о том, что мы вроде все провели, и дальше спрашиваете с хоз-субъекта. Потому что хоз-субъект без обязательств, конечно, обязательства не выполняет. И граждане пришли к нам, они говорят, незаконно, торги прошли, договоры заключены, обязательства не выполняются. Но мы, как антинапонный орган, не можем расторгнуть договор, когда он заключен. Мы можем только констатировать факт нарушения антинапонного законодательства. И дальше с этим решением уже можно обращаться с иском в суд, тем же обманутым дольщикам, чьи права затронуты, чтобы они обращались и признавали договор недействительным, так как он заключен с нарушением закона. Чтобы как-то вернуть назад все вот эти вот переданные участки в исходное положение и снова попробовать уже провести торги, но уже с обязательствами для этих обманутых дольщиков, чтобы их права все-таки удовлетворялись. Не очень простая, конечно, ситуация сложилась, но я считаю, что в Самарской области, с учетом, ну, так скажем, не так давней истории, когда у нас было очень много обманутых дольщиков, и люди уже сейчас находятся в этих реестрах с 99-го года, с 2000-го, скоро начнут отмечать юбилеи нахождения в этом реестре, как это вот не печально звучит. Но я считаю, здесь, конечно, министерство строительства должно реализовать свои все полномочия и сделать так, чтобы этих обманутых дольщиков у нас ни на бумаге, ни в действительности вообще не существовало. Примеры такие в Российской Федерации есть. Еще одна интересная тема. В социальных сетях вас частенько критикуют за штрафы, которые ваше ведомство накладывает за использование в рекламе непристойных образов. Вот скажите, кто и как определяет пристойность и непристойность образов в рекламе? На самом деле, действительно, реклама и оценка рекламы носят сильно очень субъективный характер. Это действительно субъективная оценка. На этот счет у нас есть комиссия, есть рабочая группа, есть общественный совет, который участвует не в рамках рассмотрения дела, а в рамках оценки той или иной рекламы. У нас есть экспертный совет при нашем управлении, именно в сфере рекламы, где участвуют различные представители СМИ, общественности, культуры, в области здравоохранения в том числе. Различные. И мы направляем им и собираем из них мнение на этот счет, как они считают, есть ли или нет. Но я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, нам пишут заявления. По собственной инициативе мы таких дел практически не возбуждаем. И здесь пишут заявления граждане, которых возмущают. И, как они указывают в своих зрениях, их оскорбляет или как-то их задевает такая реклама. Значит, вот оно, эффект от рекламы, он есть уже, действительно, какие-то образы. Кому-то эти образы в силу воспитания или в силу культуры покажутся или кажутся, ну, этичными, или не нарушающими ничего, не затрагивающими права. Но надо понимать, что общество у нас большое. Если кого-то это затрагивает, то надо тоже прислушаться к этому мнению. И вот в данном случае большое количество обращений было, конечно, по поводу образа обнаженных мужчин и женщин. Вы предрасхитили мой вопрос. То есть, если компания использует в рекламе изображение, например, флорентийских статуй, там люди, как правило, обнажены. Вот это нарушение или это не нарушение? Потому что, ну, подобные картинки есть в школьных учебниках истории, например, можно увидеть. Конечно, да. Но в школьных учебниках истории это все-таки образовательный процесс. Это обучает детей, указывает, как объекты культуры, где они, какие они и так далее. А в рекламе это привлечение просто к своему товару с целью продажи этого товара. И все. Здесь получается, рекламодатели, изготовители, так скажем, используют или эксплуатируют, и где-то в какой-то части такое слово спекулируют тем, что культурные объекты известны, и мы попробуем с помощью этих объектов продать свой товар в том числе. Но опять же подчеркну, если это кого-то оскорбляет, все должно быть уместно. Если это стоит возле, я не знаю, храма, мечети или еще какого-то другого места, где это недопустимо, конструкция такой рекламы, то, наверное, надо понимать, что это может кого-то оскорбить в том числе. Мы не считаем, что это априори нарушение, либо не нарушение. Мы собираем мнения, опрашиваем людей, опрашиваем, конечно, членов экспертного совета, граждан, кладем анкетки и на основе эти дела выводы о том, что это действительно нарушает или нет. У нас были разные такие спорные рекламы, где трудно было оценить. Но наши дела рассматриваются в Самаре, в Самарской области, если оспариваться в суде. Рассматриваются в Торстане, у них может быть свой взгляд на эти вещи. Поэтому здесь надо учесть все эти факторы по совокупности после этого. Выносить решение. Ну что, спасибо за интересную и содержательную беседу. К сожалению, время программы подошло к концу, но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и обсудим те интересные темы, которые проходят через ваше ведомство. Напоминаемым собеседником был Леонид Пак, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. Удачи в делах. До свидания.